Добрый день, уважаемые читатели и зрители медиагруппы Патриот, Федерального агентства новостей. Мы начинаем очередной эфир, в котором мы обсудим, куда исчезают деньги и оружие, которое Запад передает Киеву. У нас в гостях в студии Алексей Валерьевич Журавка, украинский политик. Можно вас назвать членом партии регионов? Мне абсолютно все равно. Экс-депутат Верховной Рады Украины, в которой вы были членом фракции партии регионов? Да, я был. И секретарь комитета по правам инвалидов и ветеранов, это тоже прошлое. А сейчас? А сейчас просто гражданин. Ну, будем говорить, экс-народный депутат, это пожизненно, потому как мандат доверял народ Украины мне. Поэтому занимаюсь, можно сказать, нужной работой. Объясняю людям, для чего спецоперация нужна. Для чего нужна спецоперация? Ну, спецоперация сегодня нужна в первую очередь, чтобы защитить славянский мир, остановить войну и остановить коричневую чуму 21 века – фашизм. Ведь на самом деле кулак 21 века фашизма фактически возродился. Если посмотреть исторические моменты, связанные с Великой Отечественной войной, и посмотреть на ситуацию, как возрождалась эпоха Гитлера, мы начинаем понимать, кто возрождал Гитлера – Европа, Англия практически, Америка, кто финансировал. Если посмотреть по тем действиям, которые происходят сегодня на Украине, все один к одному. К счастью, на Украине не родился деспот наподобие Гитлера, да? Зеленский не тянет, но то, что это отпетые мошенники и кровавые – это факт. Они всю Украину утопили в крови. Возродили такой фашизм, я бы его назвал «смесь бульдога-носорога». Он еще страшнее, чем мы думаем. Это хаос, это мы наблюдаем фактически выжженная земля. Вы посмотрите, что с Мариуполем сделали, вы посмотрите, что сегодня делают с Донбассом. Обстреливают каждый день, гибнут мирные жители. Тот же самый Херсон взял, я только недавно приехал. Все, вы уже потеряли территорию. Не надо поступать, как фашисты, загоняя фактически людей в концлагерь, оставляя без довольствия, без денежных средств, пенсии, и сверху потом гатить их этим смертоносным оружием. Как это понимать? Если бы сегодня не ПВО Российской Федерации, по моим подсчетам, 7 дней бы Херсона не было. Его бы уничтожили в ВСУ? Его бы просто стерли в ВСУ. И если рассматривать те действия, которые предпринимает Зеленский, это же уже что-то страшное, это же не человек. Вот то, что он делает, это вообще бесчеловечно. А зачем они это делают? Может быть, они не подчиняются Зеленскому, эти артиллеристы, и действуют, так сказать, по своему... Ну, дело в том, что я бы не сказал, что именно вот никто ему не подчиняется. Где-то какие-то вопросы идут в подчинение ему. А те, которые на внешнем контуре, это геополитические, а интересы на сегодняшний день геополитические, это России, а особенно возвращение земель назад, это о чем говорит? О том, что кому-то надо эти команды выполнять. Значит, за этим кто сидит? Американец, назову я так, англичанин, и вот эти европейские сателлиты. Им нужно на сегодняшний день все сделать, чтобы максимально принести урон Украине. Она уже их не интересует. Это испытательный полигон. Вот и все. Кто там гибнет? Кто там с голоду умирает? Какие, чьи дети? Мы видим, например, Херсон. Мы видим Николаев и Одессу. Когда в Одессе, в Николаеве размещаются опорные пункты, стрелковые, назовем так, в домах жилых, в поселках, в районах. И когда понимают, что они проиграют, они обстреливают население свое же и говорят, что это Россия делает. Насколько сильны на Украине традиции коррупции? Это я к чему задаю? Американцы заявили, что будут передавать Киеву, ну, чиновникам Киева, по полтора миллиарда долларов ежемесячно. Вот сколько из этой суммы будет украдено? Ну, давайте будем так говорить. Какая-то доля останется чиновникам украинским, спишется на войну. Какая-то доля, это 100% договоренность отмывать эти деньги и вознаграждение будут получать корпорации. Крупные корпорации, американские. То есть им вернется это все откатом, да? Конечно. Мало того, мы понимаем, к чему сегодня вывозится зерно. И посмотрите, лингвиста заработал. Это ж не просто так. Вы ж должны понимать, что если потеря любого орудия или танка, или еще чего-то, мы должны либо новое построить, вернуть, либо заплатить 100% стоимостью этого оборудования военного. Значит, что получается? Обратно, как говорится, заложником является Украина. Она будет выплачивать всю жизнь. А что касается оружия, оружия передается так много, что вот сегодня журнал Wall Street Journal написал, что вспоминай Афганистан, что Соединенные Штаты потеряют там, на Украине, сотни миллиардов долларов, именно так, как потеряли их в Афганистане. И это оружие также уплывет куда-то... А вот сколько оружия смогут Украину? Ну, давайте будем говорить так. Я не согласен с той политикой и с таким отношением, когда мы говорим, что американцы все потеряют. Они выиграют. Им надо сегодня разбомбить фактически Украину, вывести это оружие на внешний контр и приступить, как говорится, нищими делать Европу. Мы понимаем передвижение денежных средств, золота, алмазов, всего остального. Оно ж уходит туда, где мир. А деньги любят тишину. Фактически они обратно зарабатывают на этом. Но только они зарабатывают на крови. И Польша еще икнется России, и славянскому народу. И Европа еще икнется нам. И это незаконченный процесс. Остановить его в данный момент может Россия. И я недавно сказал и написал, что мы должны повторить 1945 год. Только вооружить флаг победы 21 века над Берлином. Ну, над Реста. И это будет зависеть от тех красных линий, которые будут выстроены в поведении непосредственно Америки, Англии, Польши. Посмотрите, как сегодня Польша буро себя ведет. Еще чуть-чуть, и она скоро будет плевать. В лицо, открыто. Вы посмотрите, как последний раз поступили с Лавровым. Не пустили. А это все-таки международный, международного уровня значения встреча была. Его же не пустили. Закрыли небо. Это первый шаг. Ни Америка, ни Европа, ни Англия не остановятся. И людям нашим надо говорить правду. Сегодня нужно объединяться против этого зла. Если мы это не сделаем, поверьте мне, рожки да ножки полетят от нас всех. Ну вот, Сикорский, Радослав, польский депутат Европарламента, с трибуны Европарламента заявил, что Запад должен передать Украине ядерное оружие. Ну, раз нет бутапештского меморандума, значит, вот, давайте-ка дадим. Это, как вы думаете, правильное решение? Поможет это Киеву? Давайте будем так говорить. Ядерной войны не будет. Исход уже понятен. Украина проиграна. Она сегодня, это заработок для Англии, и Европы, и Америки, повторюсь. Исходим из того, что поле уже определено. Это громкие слова. Не дадут? Но. Конечно, не дадут. Уже пройден этот этап. А вот что может быть на той части Украины, которая сегодня фактически гибридно завоевывается, а это Западная Украина, вот там может быть вопрос возникнуть. Но это уже ни Николаева, ни Одесса, ни Киев. Они прекрасно понимают, что они эту партию уже проиграли. А почему вы так думаете? Ну, потому что оно видно. По театру действий, по определению, сколько уже населенных пунктов занято. Только вопрос будет стоять, стоять цены человеческих жертв, разрушенных городов, в первую очередь нам. Вот было сказано России, что вы еще одну черточку перейдете, и мы по вашим пунктам ударим, которые принимают решения. Я вам хочу сказать, придет этот момент. Да, балуются. Могу четко сказать, что скептически здесь многие относятся, да, к тому, что вот спецоперация не туда пошла, вот мы проигрываем, вот почему по Донбассу стреляют. Надо подумать. Не надо забивать баки. Это естественный процесс в любой войне. А спецоперация идет абсолютно правильно. Из чего я и скажу. Ну вот если бы неправильно пошли, мы сегодня бы Херсона не видели. Он бы был выжжен. Каховка, Мелитополь, Запорожье. Тьфу-тьфу, господи, сохранили. Значит, цель президента стоит одна. Сберечь города, меньше жертв допустить. Значит, человек говорит о гуманности. Мы должны подходить к этому вопросу правильно? Должны. Европа бы уже давным-давно, и американцы бы, ковровыми бомбардировками забомбили бы и забыли бы. Ну, как они это сделали в Сирии, в Ираке, в Ливии и так далее. В Югославии. В Югославии и так далее. Поэтому давайте подходить к этим вещам со здравым умом. Да? Пять лет Великая Отечественная война длилась. Пять лет. Да, сейчас трагедия больше длится. Но надо понимать, что мы хотим, что мы на эти земли принесем. Какая будет обстановка, и как мы исправим эту ситуацию, чтобы умы вернуть. Тут же еще под тем, как военные действия, еще стоят действия, как политические вернуть. оболваненного человека, обманутого. Восемь лет стучали, надели кастрюлю и ложкой били. Звон долго будет идти. Поэтому в этой ситуации нужно все взвесить. А то, что бывают ошибки, они и будут. Потому что это уже совсем другая война. С использованием, можно сказать, ну, в голове произошел ядерный взрыв. Вот там, на той стороне. Чехия, по словам исполнительного директора института Вацлава Кауса, заявила, что тоже поддерживает планы Варшавы. Речи Посполитая от Одера до Днепра, видимо. Вам как такой вариант? Ну, пусть они еще раз повторят историю. Хорошо ее изучат. И потом поймут, что обратно придется прийти славянскому солдату назовем, советскому солдату в прошлую эпоху возьмем, русскому солдату, а сейчас союзническому солдату назовем так. Это ДНР, ЛНР, Россия и Белоруссия вот на подходе. Наверное, придется освобождать и там от Бандеровцев. Вы же поймите правильно. В Польше свои нацисты есть. Они не простили тот страшный ад, что творили бандеровцы. И вот представьте себе, на качке идет оружие. Не напрасно, что уже сегодня говорят, что в Польше, в Германии появилось оружие. Оно же просачивается, если они думают, что они удерживают. А потом беженцы. Кто такие беженцы? Я не думаю, что вот все яркие такие нацисты, они будут в Донбассе воевать. Нет. Они побегут туда. Значит, вслед за ними пойдет оружие. А вот уже всплывают в Даркнете зенитные ракеты, ручные, это же идеально. Они ПЗРК и прочее, прочее. Ну, это же обратно. Это все согласованные действия. Просто так оно бы туда не появилось. Надо разрушить все до основания, чтобы были проблемы у России. Главная цель это Россия. А оружие это в Европе будет? ПЗРК это не начало стрелять в Берлине, в Мадриде? А когда мы Великую Отечественную войну выиграли с такими человеческими жертвами, кто помогал Европу восстанавливать? Советский Союз. Кто давал зерно? Кто давал нефтепродукты? Кто лечение оказывал? После военно после войны? Великое Отечественное. Кто? Советский Союз. Ну представьте себе, так Россия замкнулась и она только оберегает себя. А тут новые территории появляются, они разрушены. Ну процентов 30 выгребим мы оттуда народа, который будет поддерживать и восстанавливать. А все остальное это ж извините за грубое слово помои. Ну насобирали мы эти помои нациков в Донецке. часть они будут казнены военным трибуналом, судом, часть пойдут на работы. Европа будет вякать, что мы деспоты. А кто будет восстанавливать это? Кто? Они немцы ли восстанавливали, которые были арестованы и так далее, города? Они предатели коллаборанты восстанавливали города? Вот и все. Мы возвращаемся назад в историю. Только нам надо за этим внимательно смотреть, чтобы мы просто-напросто не опоздали. Нужно сегодня идти на опережение. Ваши коллеги политологи на Украине вот говорят последние два-три месяца сейчас оказываются в тюрьмах. Их видимо не знаю как-то что там вообще с ними происходит? Ну давайте будем говорить. Это естественный процесс. К сожалению, но это факт. Люди, которые пытаются удержаться во власти с помощью нацизма, а они только способны убивать, арестовывать, проводить карательные зачистки и больше ничего. Только вот вопрос. Как нам этих людей спасать? Я жесткий человек. Я считаю, что там мы должны уже проводить партизанскую войну. Они заявляют, но это не ту войну бесчеловечную партизанскую, которую они ведут, да, а именно пускать поезда под откос, те, которые везут оружие, уничтожать нациков отпетых вот там внутри, чтоб люди видели, что их начали поддерживать. Они сажают людей, они иглы суют под ногти, они причинные места электричества подводят, им это можно делать. Вы посмотрите, сколько тюрем секретных поскрывалось вокруг Донбасса. Мы ж не знаем, сколько костей они рассыпали вокруг Донбасса, сколько замученных людей заживо. Это мы поверхность видим. Это сейчас как следствие пройдет, докажется все, начнут поднимать кости, идентифицировать, и тогда мы поймем ту страшную трагедию, которую Порошенко, Турчинов, Зеленский сегодня проводят. Но они просто так сами не сделали бы без поддержки. Вся Европа поддерживает. И это факт. Поэтому политические узники, их будет все больше и больше. Но их будет до тех пор больше становиться, пока мы это будем позволять. Спасибо. У нас в студии есть коллеги, журналисты. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Издание политики сегодня. Алексей Валерьевич, такой вопрос в тему оружия, которое попадает украинским войскам. СМИ уже много раз писали о том, что бойцы РСУ продают западное оружие ради заработка. И на ваш взгляд, ходит ли данное вооружение за границу прежде всего в Европу и к каким последствиям это приведет для всего мира и прежде всего России? Ну, на России это меньше скажется. Как бы. Если говорить о том, что Россия сегодня ведет правильную политику и правильную доктрину ведет. А вот то, что это ударит, как правило, по Европе и другим странам, это сильно ударит. Они могут раскачивать сегодня Афганистан, они могут Азербайджан начать раскачивать, они могут Узбекистан начать раскачивать. Любые страны оружие это начинает проходить. поэтому наемники там присутствуют на Украине, они могут тоже разъехаться. Поэтому в первую очередь будет, конечно же, удар нанесен вот тем странам, которые начнут это принимать. А вот то, что это оружие на Украине списывается, списывается и потом вывозится за новые деньги, то есть перепродается. Конечно, на этом никому не секрет, что зарабатывают тот же самый Зеленский, Порошенко и другие. Это просто транзитники. Вот как только они Европе не станут нужны, их просто уберут, они исчезнут. Либо кто-то их повесит, либо прибьет где-то, либо камушек упадет, либо яд какой-то новичок обратно появится, обвинят в этом Россию. То есть это естественные процессы. Пока эти вурдалаки, как Порошенко, Турчинов и всякие прочие негодяи, которые в Украине, они нужны и их будут держать. Пока они не выработают ресурс полностью Украины. Спасибо. Алексей Валерьевич, персподин «Дородных новостей» Руслан, у нас такой вопрос. В интернете сейчас активно обсуждается тема, что люди на подконтрольной Украине и земле едут в Херсон и другие регионы, где можно получить на паспорт для замены Российской Федерации. Действительно ли у жителей Украины нет доверия к собственной власти? И чем это может быть обеспечен? обстреливают свой собственный народ, тем больше людей будет уходить в сторону России. Есть такие случаи, когда со стороны Николаева потихоньку женщины выезжают, дети выезжают, которым там нету 18 лет, вывозят, понимая, что они допустили большую ошибку по вере власти, переехали в Николаю либо в Одессу, либо в Киев. И они тут же идут писать заявление о получении паспорта. Тенденция идет на увеличение получения паспорта в Херсонской области. Даже есть такие факты, когда назовем так батальонов таких, которые типа там Херсон защищали в кавычках, а на самом деле они просто по списку были и никакого отношения к защите не были. Вот это задчиковое проукраинское власть, то они пишут заявление и получают паспорта российские. То есть те, кто не принимали будем говорить в кровавом сценарии и развития нацизма, фашизма, те получают паспорта, просто они молчат. Люди сильно запуганы этой властью. Террор был. Самый настоящий назовем так умственно политический карцер был. Понимаете, эти люди будут отсеваться. Они будут отсеваться и использоваться в качестве рабсилы. И человек становится заложником обстоятельств. В Киев он боится поехать, понимая, что спецоперацию никто не останавливал. В Киеве у многих уже дома разрушены, там, где сами же националисты порастреливали эти дома, да? Боязнь не даст выехать в Киев. А в сторону Херсона побоятся поехать, а у кого средств не хватает, значит, он вынужден трудоустраиваться. Но в связи с тем, что вот эти социальные вопросы Европа начинает закрывать, это то есть выплату беженцам, это финансирование их и так далее, они пойдут в найм. Когда Европа поймет, что это дешевая рабсила, она на нем будет зарабатывать. Но тут еще один фактор есть. Этим можно воспользоваться, переформатировать людей и обратно с них сделать пушечное мясо. на какое-то довольствие поставить и все остальное. Ведь за 8 лет сколько народа оболванили, они все-таки пошли, можно сказать, русские против русского, украинец против русского, русские против... Все-таки вот так оно получилось, эта страшная трагедия. Хотя не русский пришел на Украину, если разобраться по справедливости. А украинец пошел, подготовка к захвату Крыма, уже была готова и по Донбассу. Такая самая ситуация там. Та же самая Польша может использовать украинцев как пушечное мясо для тех же самых диверсионных позиций и так далее. Заманивают одним бубличком украинцев и хорошими сладкими вопросами там заманят. А потом дырочка от этого бубличка остается. Спасибо. Еще вопросы? Здравствуйте, Алексей Валерьевич. Политроссия, Виктор Бухтеевич. Интересно узнать ваше мнение по поводу того, что главы ФРГ Франции и Италии хотят посетить Киев послезавтра. Как вы считаете, для чего едут европейцы к Зеленскому? Что они будут обсуждать? Возможно ли, что будет поднят вопрос о капитуляции киевского режима? Я в это не верю. Это раз. Будет забалтывание, как Владимир Владимирович Путин сказал. Это факт. И будет картинка для внутреннего потребления и для наружного. если внутренняя картинка будет идти к тому, что Россия агрессор, она так и будет идти. Потом будет скрытая форма. Как побольше вывести с Украины все, что сегодня позволяет? И какие есть возможности у Европы так, чтобы по случайности вовремя зерно вывести? Они сегодня кричат Украине Россия не дает зерно вывозить. Вот вы получили, вывозите, только разминируйте свои поля, разминируйте пожалуйста свои моря, реки и так далее. Восстановите мосты и вывозите. Россия говорит, мы вам не дадим оружие ввозить взамен. Это факт. Поэтому в данный момент я думаю они за кулисами скажут Зеленскому дружище ты должен довести полностью реформу и отречение от своих земель в сторону Польши. Это так надо. Мы тебе гарантию даем. Я думаю, что ты должен довести до логического смысла не поднимать до последнего флаг, что он сдается и самое основное это сегодня максимально нанести урон Украине. Не Россия. А вот максимально Украине. Вот мне почему-то этот сценарий кажется, что он так и будет происходить. Спасибо. Еще вопрос есть? Да, пожалуйста. Здравствуйте, Екатерина, экономика сегодня. Возвращаясь к финансированию, Киево-Западом. На ваш взгляд, когда вот эти денежные потоки псевдопомощи прекратятся, и Киев станет максимально не нужен ни США, ни Евросоюзу, ни другим странам? Когда американцы почувствуют в определенном смысле прямой голод на Украине, исход населения и поймут, что инфраструктура экономических связи межбанковских разрушена будет. И когда они поймут, на кого переложить лингвиз, потому что долги кому-то придется отдавать. Вот и все. После Великой Отечественной войны сколько Россия еще отдавала денежных средств? Никто Молодежь не считает, а молодежь об этом должна знать. Но Россия рассчиталась полностью. Поленглизу самим полностью рассчиталась, а Украина не в состоянии отдать. Значит, если деносификация происходит и разоружение, и территории попадают под контроль Российской Федерации, американцы как будут думать? Вот есть правоприемник, мы с него будем изыскивать. А вот насколько мы готовы сказать им, слушайте, бандиты с большой дороги, а мы вам не будем отдавать, еще можете и по кукушке получить. Вот почему я и сказал, что первое это Польша, а второе это над Рейстагом 21 века флаг Победы должен во Грузии. Вот когда они получат по кукушке, как я называю, и так осознанно, там куда-то попадет одна ракета в Германии, там где принимают, там в Грузии, попадет там, где американцы сидят, вот эти подлые червяки, которые нас доедают, там допустим в Латвии, в Польше, ну и где-то так померкает возле Америки, где-то так станет, ракеточка такая большая, и мы скажем, ну что, друзья, хватит измываться над нами, вот лет на сто это прекратится, я вам говорю, а сейчас в данный момент Путина нужно поддержать, мы единый народ, нас разделили, вот нам надо соединиться, в какой форме это будет, чтобы наша экономика могла в тылу работать, это уже никого не волнует, но мы должны союзническим государством быть. Вы имеете ввиду Украину и Россию, да? Да как она будет называться, мне все равно, украинский язык в Херсоне никто не отбирает, правописание никто не отбирает, и нормально россияне говорят, вы хотите учить, учите, но не будьте к нам злобными карликами, не уничтожайте нашу память, историю, нашу экономику, нашу веру, наши позиции, наши корни, и все, и живите с украинским языком, я в Херсоне был, никто не сказал, с россиян, что ты разговариваешь на украинском языке, и не назвали ни разу украинский язык бандеровским, ни разу, потому что бандера и украинский язык это разные вещи, литература это разные вещи, это для меня, как я понимаю. Да, пожалуйста. Еще один вопрос, вот недавно вы были с рабочей поездкой в Херсонской области, расскажите о впечатлениях, как там люди воспринимают российскую армию, и действительно ли вот многие со слезами на глаза говорят, что 8 лет ждали? Ну, давайте будем говорить, те, которые как я, я, конечно, 8 лет ждал, потому что это моя жизнь, я в детском доме вырос, а таких людей очень много, которые остались за пределами, выброшены, и 8 лет они жили фактически в аду. Есть люди, которые, да, действительно там внутри ждали, верили, они сегодня не боятся свои фамилии, имена сказать, потому что сегодня идет война, да, и сегодня идет тотальная запугивость, это факт, поэтому в данный момент если плюс-минус заварить, то почему-то сердце мне подсказывает, что это больше 50%, но они сейчас боятся, понимаете, когда люди мирные думали только об одном, как сберечь своих детей, как уцелеть от этого психологического террора, а это я знаю, у меня много друзей, которые вот в школу отправляли и говорили, ты учи, делай вид, а вот домой придешь, вот книга настоящая истории, вот это правильно, вот это советский солдат, вот это наша история, вот это герои настоящие, которые спасли нас от фашизма, этих фактов я могу сотни привести только на себе, которых знаю людей. Алексей Валерьевич, еще вот планируете ли посещать еще Украину, приезжать с поездками туда? Ну, это родина моя, это раз, второе, я недавно был в Донецке, все эти ужасы своими глазами был, я посетил Горловку, я посетил сам Донецк, Макеевку посетил, поэтому я буду ездить и насколько у меня хватит сил рассказывать ту правду, которую я рассказываю сейчас. Спасибо. Спасибо. Есть еще вопросы? у меня к вам вопрос, 17 июня Еврокомиссия будет решать вопрос о придании статуса Украине, статуса кандидата на вступление в Европейский Союз, там, правда, надо будет соблюсти ряд условий, например, искоренить коррупцию, верховенство закона, обеспечить, как думаете, получится у них что-то 17? на этой неделе уже. Да, не могут выдать эту бумажку, но она будет бесполезна, понимаете, война и тот хаос, который сейчас на той стороне, это обозначает, что война все спишет. Какая коррупция? А какой коррупции они говорят? Это все декларации. Принять они могут на зло России. И в НАТО даже могут принять, тоже назло. обижаются Грузия, другие страны, Турция, которые обещали и не приняли. Есть наша любимая пословица на обиженных воду возят. Поэтому в данный момент они-то делают свое дело. Они-то этого ослика на убой пустили, вот выдвинули палочку, сидят сверху, морковка висит и цок и цок, цок и цок. А ослик идет, 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 пока гильотина не подойдет. Вот и все. Поэтому в данный момент это еще одно доказательство. Но смотрите, они пообещали в Европу, Украина вступит в 2014 году. 8 лет прошло. Вот реальные шаги. Кредиты на развитие инфраструктуры дали? Нет. Кредиты на модернизацию производства и реформу дали? Нет. Все украина лишилась назовем грубо заводов, пароходов, реальных производств, которые давали экономику и развитие. Украина на самом деле является банкрот. Если они скажут, что все, ребят, ни одной копейки, ни одного осигнования, вы посмотрите, и война остановится сразу, мгновенно. и все разбегутся. Вот и все. Но они же этого не сделают. Конечно, не сделают. А скажите, почему, несмотря на финансовую мощную поддержку Запада, Киев сейчас ограничивает выплаты пенсии, зарплат, даже военным не выплачивают? Ну, давайте будем говорить, экономика, она же имеет свойство математики, а цифры это упертая вещь, назовем так. Дважды два, четыре. Ну, им же привозят кучу денег. Понимаете, вот в один карман ложат, а с другого вынимают. И просто идет денежная эмиссия, гривны, и больше ничего. А кредиты это надо покрывать, проценты надо выплачивать, поэтому идет распределение вне Украины. А все остальное там наштепало этих бумажек, ОВГЗ, как они называют, и штопают, оценку дали, процентную ставку подняли, а вы лохи разбирайтесь. я читал, что военные займы как раз не раскупают на Украине, никто в них не верит. А их Украина не интересуется. Ну, пусть не верят. Они-то свое дело делают. Эти ж идут за эти фантики, за 14-20 тысяч гривен убивать, за которые они не могут нормально коммунальные услуги выкупить, нормально пролечиться не могут, нормальные протезы купить, нормально организовать соц и быт за эти деньги. Ну, каждые эти услуги, они требуют нормальную стоимость единицы. Так, чтобы тебе и на покушать оставалось. А когда даже на покушать не остается, и потом в кредиты влазят, это о чем говорит? Это бедный народ. Но человеку надо кормить свои семьи, он и идет воевать, ему кажется, что это хорошо. Когда получают по башке или арестуют его там, он сразу говорит, да нет, я водитель был, да нет, я повар был, да я на скрипке играл, а за что ты сюда пришел? Ну, мне сплотили 17 тысяч гривен, 15, и все, ну, я семью кормил. А на самом деле половина уходила на наркотики. Поэтому мы сегодня видим такие страшные последствия. А гривна вообще, какой у них сейчас статус на освобожденных территориях? Кто там чем платит сейчас? Ну, если говорить ферсон, то, конечно, засилие идет рубля, стабильно каждый день идет засилие, его становится больше и больше, гривна выходит с оборота, выходит постепенно, да, плюс давайте будем говорить, когда все соцвыплаты заблокировали и гривну живую не может получить человек, и он же должен взамену что-то получить, он оставшуюся гривну меняет, получает рубль и начинает обеспечивать свою жизнь. А банки, там я читал, что конфисковали вклады, да, вот граждан на оккупированных территориях, Киев. Да, есть такие случаи, многие, а это просто делается, это сепаратисты, они начали воле изъявления подчиняться Российской Федерации. За то, что они живут, за то, что вот они живут в Херсоне, они уже являются сепаратисты, за то, что они покупают карточки, телефоны, за то, что они за рубль покупают хлебушек, макароны, мясо, это уже сепаратисты, вот такое отношение, это кто поступает, это только фашисты так поступают. Спасибо вам большое за беседу, за комментарии. Коллеги, есть еще вопросы? Если вопросов больше нет, мы заканчиваем наш эфир. Напомним, у нас в гостях был Андрей Валерьевич Журавко. Алексей Валерьевич. Извините, Алексей Валерьевич Журавко, украинский политик, экс-депутат Верховной Рады. Спасибо вам большое, что приехали к нам. Спасибо. Спасибо всем, кто нас смотрел. Всем вам хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова